В Люберцах состоялось отчетно-выборное собрание местной торгово-промышленной палаты. На мероприятии подвели итоги работы и деятельности организации за последние 4 года, а также выбрали новый состав рабочих органов съезда и президента палаты. Кто против-то? Да, хорошо, прекрасно. Кто против? Воздержавшиеся. Принято. Единогласно. Вот так единогласно и без колебаний члены торгово-промышленной палаты решили. Ее руководителем останется действующий президент. Николай Контович. Все это было ожидаемо. Спасибо за поздравления. И я думаю, что мы в дальнейшем будем оправдывать чаяния и интересы предпринимательского сообщества городского округа Люберцы. Люберецкая торгово-промышленная палата существует уже 10 лет. Она помогает организациям и индивидуальным предпринимателям в их деятельности, представляет и защищает их права и интересы, в том числе и за границей. Кроме того, вырабатывает меры по развитию всех форм предпринимательства. Одной из приоритетных задач палаты является поддержание взаимодействия бизнеса и местной власти. Сегодня, мне кажется, создана достаточно рабочая атмосфера в администрации по взаимодействию с предпринимательским сообществом, с бизнес-сообществом. И мы эти вопросы должны решать, потому что выжить сегодня в бизнесе предельно сложно в силу разных причин. Соответствовать реалиям времени – вот основная задача бизнеса, а значит и Люберецкой торгово-промышленной палаты. Поэтому в 2017 году её члены смогли воспользоваться страховым консалтингом. Эту услугу палата добавила в перечень оказываемых наряду с другими. Кроме того, появились ещё несколько новых. Оценка любой формы собственности, экспертиза товарная в таможенных целях, определение стоимости, выдача сертификатов, подготовка экспертизы по оборудованию для определения, есть ли в этом оборудовании двойное назначение. Мы работаем с Министерством обороны, например. Мы теперь можем оказывать содействие в инвестиционной деятельности компании. На этом Люберецкая торгово-промышленная палата останавливаться не собирается. В планах на будущий год оказание новых услуг для предпринимателей, каких именно пока не уточняется, укрепление отношений с местной администрацией, а также участие в социальных проектах.